В данном случае речь идёт по примеру мероприятий в размере месячного заработка. Для тех, кто не знаком, я скажу, что оклад и месячный заработок отличаются примерно 2,5-3 раза. Почему это происходит? Начисление заработной платы идёт таким образом. Берётся оклад, в данном случае около 3000 гривен, к нему добавляется доплата заработок, но она небольшая, там 100-7 гривен. На сумму оклада и доплаты заработок начисляется выплата за старшую работу, это 40% этой суммы. Затем от суммы этих составляющих, то есть оклад, доплата за выслугу лет 40%, идёт на 2 газа интенсивности или высокий показатель работы, это от 50 до 70% этой суммы. Плюс сюда ещё плюсуется, 80% оклада утвердили от оклада. Итого, если суммировать, месячная заработная оклада превышает 8000 гривен, а не 6, как тут пытались нам сказать. Кроме того, 2 месяца назад, когда мы утвердили, примерно, в размере 4 месячных окладов, это около 30 тысяч гривен, которые тоже входят в размер среднемесячной заработной платы, поскольку набирается за консуммарной за 3 месяца, то в результате суммы премии получится около 15 тысяч гривен. Если сопоставить размер премии, которые получили работники в размере 500 гривен и 15 тысяч, которые будет получать руководитель, я считаю, что эти цифры совершенно не соизмерены. Я бы не выступал и не возражал, если бы в постановлении столкона, который мы обыдываемся и привлечь, речь шла об его премии, как и все остальные, в размере оклада. Но поскольку в данном случае речь идёт совершенно противоположной, и не все это понимают, я с чего не подниму близко. Я считаю, что это вопрос, в данном случае, не скромный и даже аморальный, к примеру, в таком разрезе головы района Рады. И исполком принял такое решение, просто подставил своего руководителя. Ещё хотел бы напомнить, что к примеру не ведётся, не за счёт средств, которые получены от высоких достижений в работе и так далее, выплаты производятся за счёт бюджетных средств. Это деньги налогоплательщиков. В условиях, когда сейчас по всем уровням бюджетов, от государства до местного, идёт большая нехватка средств, когда сокращаются выплаты, по-моему, знаете, социальных веков, когда не хватает денег на здравоохранение, образование, как далее, целый ряд отраслей народного и местного хозяйства, я считаю, что тратить такие бюджетные деньги в таких размерах на выплату к премию руководителя, это просто неправильно. Поэтому я буду голосовать против данного решения.